Доказательство здесь такое стандартное, похожее на стандартную теорему неявной функции. Значит, сначала я покажу, что он сюрреективен и взаимно однозначен. Значит, рассмотрим Z из образа. Мы от ФИТа требуем, чтобы она была липшица с маленькой константой липшица? Нет, она как раз, от нее мы ничего не требуем. Ну как ничего, маленькую константу липшица. И рассмотрим уравнение А плюс ФИ от X равно Z. Значит, мы хотим показать, что оно разрешимо и решение единственное. Значит, что мы получаем? АX плюс ФИ от X равно Z. Но поскольку у меня А изоморфизм, есть обратный. Это равносильно тому, что X равно А в минус первый Z плюс А в минус первый ФИ. Ну и мы рассматриваем оператор в E, который X вот это сопоставляет. Давайте X напишем, значит. Ну и понятно, что мы делаем. Мы показываем, что этот оператор сжатия. Значит, я беру две точки X и X штрих. Когда я считаю разность, первое слагаемое одинаковое уходит. ФИ от X минус ФИ от X. Что? Почему? Почему? Когда мы выразим X, у нас там А минус первый Z плюс А минус. Минус. Значит, да, конечно, надо перенести. Минус. Ну, сути дела это не меняет. Когда мы вычитаем, это уходит. Значит, это меньше либо равно, чего нормы А в минус первый на лишившую константу ФИ на X минус X штрих. Ну, норма А в минус первый – это в точности единицы делить на Амата. Значит, вот это вот. Левшица константа ФИ делить на Амата. X минус X штрих. Ну, и она по нашему условию. Вот эта константа меньше единицы. Значит, мы получаем сжатие. У него есть неподвижная точка. При этом единственное осталось только оценить... Осталось только оценить вот эту норму. Где у нас полбатный? Обратного, да? Где у нас полбатный? Где у нас что? Е. Нет, Е-банахово пространство. У нас два банахово пространства. Банахово пространство по определению полное. Значит, теперь рассмотрим две точки Z и Z штрих из Е штрих. Пусть X это... А плюс ФИ минус первой Z штрих. Это А плюс ФИ минус первой Z штрих. Значит, тогда что мы получаем? Так, аккуратно. Значит, X минус X штрих. Меньше либо равно. Так. А, нет, я поторопился. Я поторопился. Значит, норма А плюс ФИ X минус X штрих больше либо равна нормы А на X минус X штрих минус норма ФИ X минус ФИ штрих Это больше либо равно значит, вот это вот больше либо равно M от А минус липши Цфи Вот теперь я беру в качестве X А плюс ФИ минус первой от Z а в качестве X штрих значит, вот это тогда будет норма Z минус Z штрих И она больше либо равна M А минус липши Цфи Ну и осталось разделить Минус штрих Меньше либо равна Минус липши Цфи Константы ФИ Ну что и было обещано Потому что X и X штрих это как раз образы Z и Z штрих Вот Я эту теоремку оставлю потому что мы к ней будем много раз обращаться Теперь тоже такое полезное утверждение Оно стандартное совершенно Значит, вот пусть у меня есть два метрических пространства И пусть есть отображение F А крест Х в Х Значит, И константа из нуля и единицы такая, что F А Х расстояние минус расстояние Y меньше либо равно лямбда на расстоянии X Значит, F действует как сжатие по второму аргументу Ну, обычно А рассматривается как параметр И мы предполагаем, что X полное метрическое пространство Значит, тогда для любого значения параметра А существует единственная неподвижная точка P от А Ну, вот этого отображения Значит, А я зафиксировал осталось отображение X в себя которое сжимает А X полное Значит, там есть единственная неподвижная точка Так вот утверждается что если Что-что? Да, вот константа не зависит от равномерного сжатия Значит, стандартная картинка вот какая у вас есть вот это пространство параметров Значит, есть вот эти копии пространства X и в каждом есть своя вот если это точка А своя неподвижная точка П Значит, утверждается что если F непрерывно то P ата непрерывно Если F липшицева то P ата липшицева Ну, на самом деле мы увидим что требовать нужно этих свойств только по первому аргументу Значит, давайте посчитаем расстояние между двумя неподвижными точками Ну, раз они неподвижные точки то это расстояние значит, P P A это F от A P от A P от B это F от B P от B B еще нужно одна скобочка Ну, теперь понятно что делать всегда в таких ситуациях практически всегда делается одно и то же нужно добавить и вычесть вот такую штуку с разными аргументами это не превосходит расстояние F A аккуратненько только P от A F A P от B плюс расстояние F A P от B до F B P от B Теперь что у меня было у меня если первый аргумент один и тот же то вот это оценивается лямбдой на значит вот это вот не превосходит лямбда на расстояние P от A P от B я переношу это налево деленную единицу минус лямбда и получаю что расстояние P от A P от B не превосходит вот это лямбда ну и понятно что если это означает что если F непрерывно по первому так здесь лишняя скобка если F непрерывно по первому аргументу то P непрерывно если F липшится по первому аргументу то P липшится вот теперь мы займемся вот каким вопросом значит у меня есть гиперболический линейный автоморфизм пространство E ну и мы помним что по определению это означает что E представлена как прямая сумма двух пространств E S и U на которых на одном он экспоненциально сжимает на другом экспоненциально растягивает и мы нашли норму в которой есть число Тау от нуля до единицы такая что на E S ну вот сейчас я напишу а дальше я объясню я все-таки для норм тоже буду писать по одной черте Штау и А в минус первой на Е У меньше лебра на Тау вот это липуновская норма ну и кроме того мы рассматриваем во всем пространстве норма максимум компонент вот теперь я возьму линейное отображение B которое близко к А в том смысле что вот эта норма мала я хочу показать что B тоже гиперболический автоморфизм значит у него есть такое же разложение более того это разложение непрерывно зависит от B ну и вот здесь такое общематематическое замечание казалось бы у нас чисто линейная задача А линейный оператор B линейный оператор но мы сейчас увидим что внутри эта задача не линейная то есть чтобы построить вот это разложение для ну такое же разложение для B нам придется решать некую нелинейную задачу и я сначала построю один из одно из вот этих подпространств поэтому я значит вот вот что буду делать я забуду вообще про оператор а некий момент буду рассматривать просто оператор B предположу что у меня E разложилось в прямую сумму двух подпространств на которых ну вот он ведет себя почти как вот этот самый гиперболический а именно что в соответствии с этим разложением B представляем давайте B11 B12 B21 B22 понятно что это значит если я рассматриваю покомпонентно то умножаются и у меня существуют теорема существуют давайте же я в своих обозначениях лямбда от нуля до единицей и эпсилен больше нуля такое что значит вот это равномерное растяжение это равномерное сжатие норма B11 минус 1 норма B22 не превосходит лямбда в ней диагональные элементы маленькие ну не превосходят здесь все равно и лямбда плюс эпсин меньше единиц значит тогда вот здесь точное утверждение существует линейный изоморфизм P из Е1 в Е2 норма P не превосходит единицы и существует и линейное подпространство график этого самого P инвариантно относительно B более того на нем B растягивает значит как это нужно записать растягивает растягивает с коэффициентом единицы на лямбда минус эпсинен и P ну а значит и график P непрерывно зависит от B значит грубо говоря мы строим для возмущенного оператора одно подпространство неустойчивое но второе построится так же надо будет применять B-1 так значит заметим такую простую вещь что если лямбда плюс эпсин меньше единицы то единица на лямбда минус эпсин больше единицы ну понятно значит лямбда минус единица на лямбда больше чем единица минус эпсин единица на единицу минус эпсин единица конечно значит единица на лямбда минус на эпсин больше единицы ну поскольку лямбда меньше единицы то и вот это больше единицы так вот теперь пойдет первый такой не очень пойдет первое не очень тривиальное рассуждение значит обозначим через l e1 e2 с единицей значит множество линейных отображений из e1 e2 с нормой не превосходящей единиц так так надо было сказать что я начинаю доказательства вот теперь давайте поймем как сформулировать условие инвариантности графика p относительно b что происходит вот у меня есть e1 e2 мы берем v отсюда p умножить на v значит вот получаем такое вот линейное подпространство значит если я возьму вот эту точку и применю к ней b то что получится получится вот что b 1 1 v плюс b 1 2 p правильно b 2 1 v плюс b 2 2 p v значит я беру вот эту точку и применяю к ней оператор b который у меня такой теперь образ этой точки принадлежит графику в каком случае если я применяю b вот к этому и получая опять точку на графике значит давайте я так значит b переводит график p в себя это равносильно тому что умножив первую координату на p я получаю вторую координату значит p b 1 1 v плюс равно b 2 1 v плюс b 2 2 вот с этого момента я норму p буду ну и все остальные нормы обозначать одной палочкой палочек не наберешься значит заметим прежде всего что заметим прежде всего что вот это вот изоморфизм значит у меня я беру v из e1 и и вот эта штука переводит меня тоже в e1 правильнее видимо было писать b2 1 ну раз мы уж так перенумеровали значит что я про это отображение знаю я знаю что мини норма b1 1 не превосходит лямбда так где там было больше либо равно единицы 0 b1 минус 1 сжимает а норма вот этого b1 2 p не превосходит нормы b1 2 потому что я беру p вот отсюда я беру p все время по норме непревосходящей единицы давайте это отметим еще раз а это не превосходит эпсель и вот у меня есть вот это липшицева теорема неявные функции значит вот это отображение которое здесь стоит b11 плюс b12 pv значит это отображение из е1 в е1 оно обратимо и его норма ну норма обратного оценивается вот так так вот здесь аккуратно его его норма не превосходит единицы на лямбда минус а все время минус первой значит мое вот это уравнение которое я хочу решить найти такое p чтобы его график был инвариантен равносильно вот чему я просто применяю справа обратный оператор равносильно тому что p это p от v это b21 v плюс b22 pv на обратный вот к этому ну и теперь я хочу доказать что у него есть вот в этом множестве единственная неподвижная точка ну думаю что вы не удивитесь если применим принцип сжимающих отображений сжатых отображений как угодно значит во первых почему да значит я рассматриваю оператор t который этому линейному отображению сопоставляет ну вот здесь v я убираю понятно каждый раз аргументы будут но мы видим что оператор не линейная дробно-линейная лучше скобки так почему он это множество переводит в себя мы все знаем кто как оценивается значит это не превосходит лямбда это не превосходит значит я напоминаю что норма p не превосходит единица значит это не превосходит норма b22 ну а для этого мы оценку написали и это меньше единицы ну каждый из них меньше единицы вот теперь более интересное занятие которое состоит в том почему он сжимает рассмотрим два отображения пейп и штрих каждое каждое из которых по норме не больше единицы значит я я буду обозначать через т т от п а через т штрих т от п штрих чтобы тоже не таскать лишние аргументы а тогда так от к от пр применен на е вот к этому Должно давать b21 плюс 22p. Ну и то же самое, такое же равенство. Я все-таки его выпишу. t от p штрих, p, это b21, p штрих. Что я знаю? Я знаю, что вот это b22 это сжатие. Значит, я хочу... Что? Штрешок вот здесь, да? Вот теперь давайте смотреть, что добавить и что вычесть. Я вычитаю одно из другого. t минус t штрих. Вот здесь я уже... b11. Ну вот лучше раскрыть скобки все-таки. Там будет видно, что вычитать и добавлять. t b11 минус t штрих, b11 плюс t b12p плюс t штрих, b12p штрих минус... Я же вычитаю. Это даст мне b22 на p минус p штрих. Теперь... Там все-таки t b12p с плюсом. t с плюсом, а т штрих с плюсом. Плюс. Так, мы взяли его из первого. Значит... Вот здесь я для себя это аккуратно делал. Я хочу получить... p минус p штрих, значит, плюс-минус t штрих b12p, да? И тогда вот из этих, ну и понятно, из кого, чтобы здесь получился тоже t минус t штрих. Так, я вас задерживаю, но сейчас я... Что останется? b11 плюс b12p. А остальное мы перенесем сюда и получим b22 минус t штрих b12p минус p штрих. Так, значит, давайте смотреть, кого мы... Кому добавили. Ну, понятно, вот те слагаемые, у которых здесь... Вот t штрих b12p и t штрих b12p. Туда, а оставшиеся сюда. Ну, и опять мы получили здесь вот этот вот хороший оператор, норму которого мы знаем, как оценить. У нас получится такая тройная скобка. Значит, t минус t штрих, это будет b22 минус tb12p минус p штрих. И вот я умножаю на обратный к этому. Т штрих. Т штрих. Ну, это совершенно не важно, потому что... b11 плюс b12p минус 1. Паску мы уже показали, что t переводит вот это множество в себя. Поэтому вот у обоих норма не превосходит единицы. Это мы уже показали. Значит, поэтому норма t штрих не превосходит единицы. Здесь на самом деле спрятано t штрих... t от p штрих. Значит, здесь это не превосходит лямбда минус епсилен, а это не превосходит единицы на лямбда минус епсилен. Каждая из них меньше единицы. И мы получили... Ну... Ну, что действительно у нас есть сжатие. Причем равномерное сжатие, которое... Почему лямбда минус епсилен? Почему лямбда минус епсилен? Плюс епсилен. Мне жалко. Значит, оно имеет неподвижную точку. Единственное... Почему оно инвариантно? Мы смотрели на условие, что b переводит график p в себя. Но b, линейный изоморфизм, это линейное пространство. Значит, понятно, что если подножество, то это просто само множество. И, наконец, непрерывная зависимость от b следует из той теоремки про непрерывную зависимость, потому что у нас равномерное сжатие при любом b с одними теми же константами. Так, на самом деле я еще чуть недоговорил. Я обещал показать, что на этом подпространстве b растягивает там соответствующей константой. Ну, давайте смотреть, значит, если у меня... Вот есть эти самые пространства e1, e2. И есть вот это линейное подпространство. График линейного отображения p, норма которого меньше либо равна единице. На самом деле она строго меньше единицы, потому что у нас там получалась оценка, если мы p брали меньше либо равном единице, то норма образа получалась строго меньше. Вот, ну, не важно. Значит, тогда для любого вектора в нем его норма... Это норма первой компоненты. У нас норма это максимум. Значит, если я беру vpv, то норма vpv, это норма первой компоненты. Это b1,1 v плюс b1,2 pv, да? Ну, а это больше либо равно единице на лямбда минус ε на v. Опять-таки, норма p не превосходит единицы. Норма v? vpv, да. Норма v, да. Значит, действительно, оно на нем растягивает. Ну, теперь я возвращаюсь к теореме, которую я доказывал. Значит, у меня а гиперболически линейный. Значит, у него есть вот это разложение ЕС плюс ЕУ. И по отношению к этому разложению я могу его... Ну, давайте ЕУ плюс ЕС, раз уж мы начинали. Значит, А1,1,0, А2,2. Разложение инвариантно, поэтому такой. Ну, и у нас существует такое Тау, что норма А1 минус 1 не превосходит Тау. Тау от нуля до единицы. Значит, понятно, что если я возьму его маленькое возмущение, я возьму лямбда между Тау единицей. Я зафиксирую ЭПСИЛЕН такое, чтобы лямбда плюс ЭПСИЛЕН было меньше единицы. И такое возмущение, чтобы вот здесь нормы удовлетворяли вот этому А, а вне диагональные, которые появятся, значит, у этого возмущения B, вот это, конечно, не будет инвариантным. Ну, вот эти нормы будут маленькие, меньше ЭПСИЛЕН. Вот. Ну, и тогда у этого B найдутся свои. Я их. Е, там, Ж, У, плюс, ЖС. Существование ЖУ мы доказали. ЖС доказывается точно так же. Нужно взять B-1. Теперь на них будут, соответственно, растяжение и сжатие равномерные. И они будут линейные под пространство той же самой размерности, что были вот эти. А пересекаются они, очевидным образом, по нулю. На одном сжатии, а на другом растяжении. Значит, мы получили два линейных подпространства дополнительной размерности, которые пересекаются по нулю, значит, они дают прямую сумму. Ну, и теперь самое главное для нас следствие вот какое. Значит, мы работали пока что с линейными. С возмущениями линейных отображений. Вот теперь я рассматриваю дефиоморфизм. Значит, я рассматриваю дефиоморфизм. Пусть P у него гиперболическая неподвижная точка. Это значит, что оператор А, ДФ от П гиперболический. У него есть разложение ЕС, прямая сумма ЕУ. У него есть, мы показали, что если я буду рассматривать дефиоморфизмы G, C1 близкие к F, то у них есть, я уж не буду это все переписывать, значит, у них есть соответствующие неподвижные точки P, G, которые непрерывно зависят от G, и которые гиперболические, если... Ну, тогда понятно, что дифференциал G в точке P, G близок к этому. Ну и все, значит, он тоже гиперболический. Значит, мы получаем, что если есть гиперболическая неподвижная точка, у нее есть окрестность, в ней вот это непрерывное семейство. гиперболических точек. Отлично. Вот теперь мы займемся, наконец, устойчивым, теоремой об устойчивом многообразии. Так, вот теперь вот это я могу стереть. отлично. Тихо. Тихо вновь. Тихо вновь. Значит, рассмотрим теперь гладкое отображение F. Давайте считать, что теорема об устойчивом многообразии метода Дамара. Значит, у меня есть отображение F из некоторой окрестности 0 и 0, неподвижная точка. Значит, F класса C1 и 0, гиперболическая, неподвижная точка. Значит, я считаю, что у меня есть некоторое положительное число R, такое, что шар радиуса R с центром в нуле лежит в этой окрестности U. И я сначала определяю локальное устойчивое многообразие размера R. Значит, локальное. W, S, R от нуля. Это множество X из E, таких, что F в степени NX не превосходит R для N больше либо равных нуля. Значит, траектории не выходят из этого шарика и стремятся к нулю. Значит, понятно, что оно инварианно. В том смысле, что F переводит его в себя. Ну, понятно, если выполнено для N больше. Вот, и сейчас мы его хотим охарактеризовать. Вот я думаю, что мне сейчас не понадобится теорема. Значит, вот давайте сначала считать, что у нас норма Липуновская. И... Ну, нехорошо я делаю. Давайте сначала рассмотрим отображение F от X, A, X, плюс F от X. Определенная в шаре. Ну, вот в этом самом. B от R. Пусть A гиперболическая матрица. И вот эта Липуновская норма относительно A. Значит, тогда, если у меня Тау – это характеристика А в этой норме. Ну, я напоминаю, что значит. На устойчивом сжатии. И выполнено условие константа Липшица меньше, чем 1 минус Тау. Тогда я могу охарактеризовать локальное устойчивое многообразие размера R для вот этого F. Вот каким способом. Какими способами SRF равно значит, обозначим через W1 множество V Br таких, что A плюс φ в n меньше либо равно R для всех н больше либо равных нулях. W2 – это множество V ну, я все время отсюда таких, что A плюс φ n в меньше либо равно R и при этом A плюс φ в n от V лежит в конусе раствора 1 вокруг ЕС. ну, я напомню, что такое конус и W3 это множество тех V что норма A плюс φ в n V меньше либо равна Тау плюс Лепшиц φ в степени n норма Вот я утверждаю, что все эти множества совпадают. Значит, мы можем характеризовать вот это локальное устойчивое многообразие радиуса R любым из этих способов. Значит, я сначала докажу два вспомогательных утверждения, ну, давайте. Значит, если V и V' лежат в этом шаре радиуса B, то A плюс φ от V ст компонента минус минус A плюс φ V' штрих ст компонента не превосходит чего, значит, Тау плюс Лепшиц φ на норму V минус штрих. Но, что такое, что мы здесь получаем? Значит, СТ компонента A на V это просто ну, то, что мы называли, это ограничение A. Значит, на V минус V штрих плюс φ минус φ штрих. Так, ну, вот здесь тоже можно писать Vs, но вот эта норма не превосходит нормы V минус V штрих, потому что у нас норма это максимум, ну, и тогда вот это не превосходит Тау на V минус V штрих, ну, а второе не превосходит, естественно, Констанция Лепшице Фи. Так. Теперь вторая лима. Значит, предположим, что у меня есть опять-таки два вектора V штрих. из этого самого шара радиуса r, и их разность не принадлежит конусу раствора единица вокруг ЕС. Тогда то же самое происходит с их образами под действием под действием А плюс Фи не принадлежит. конус конус раствора единица. Это тот, у которого норма устойчива. Значит, вот у меня есть ЕС ЕУ, значит, конус раствора один вокруг ЕС. это вот эта норма ВС больше либо равна норма ВУ. Ну, а не принадлежит, значит, наоборот. Так, и норма вот этой разности больше либо равна Тау минус первой минус Лепшиц Фи. Ну, а это у нас больше единиц. Ну, из-за того, что Тау плюс Лепшиц Фи меньше единицы. Да. Да. Значит, ну, мы смотрим на теперь неустойчивые компоненты этой разницы. Значит, что у меня получается? у меня получается АУ на В минус В' неустойчивая компонента, ну, плюс разница Фи. Но поскольку я предположил, что вот это не лежало в единичном конусе, в конусе раствора единица, значит, норма разницы неустойчивых компонентов это и есть норма В-В'. Значит, вот эта норма и есть В-В'. Ну, и тогда мы получаем вот эту оценку. Мы получаем эту оценку и значит у нас у образа, ну, вот у этих фут. Значит, что я должен показать, что если у меня разность двух векторов не лежала в конусе раствора единица, то разность их образов тоже не будет лежать в конусе раствора единица и норма его будет оцениваться снизу вот таким. Норма вот этой вот разности. Значит, я выписываю разность у-тых компонент, неустойчивых компонент. Здесь я получаю вектор В-В' у-тую компоненту, но его, поскольку эта разность не лежит в конусе, то вот это вот норма этой у-той компоненты и есть норма В-В'. Да, хорошо. у нас норма. Ну, а здесь Липшиц на... так. Значит, мы доказали эти две леммы. но я сотру доказательства последней, если можно. все равно от кого из них избавляться. значит, я сказал, что я хочу доказать, что все эти множества совпадают. Ну, давайте пусть вот это будет просто W. Значит, вот это включение очевидно. У меня определение было норма не превосходит R, плюс еще что-то. Ну, уж тогда действительно она не превосходит R. W1 N в W2. Первое, это то же самое, первое условие. Теперь, если я предположу, что при каком-то M, предположим, что не так, это означает, что существует такое M, что вектор W A плюс F в степени M V не лежит в конусе раствора. ну, вот как-то мы только что показали, вот именно эту лему я и стер, тогда и все его образы не лежат. и раз они не лежат, тогда норма A плюс F N W больше либо равна единицы на tau минус ε в степени N на норму W. И это стремится к бесконечности. значит, таким образом они все лежат в этом самом конусе, а когда они лежат в конусе, я могу применять вот это неравенство, взяв в нем V' равное нулю, значит, будут вот такие оценки. Но раз я в конусе, то норма V это как раз устойчивая компонента нормы. Ну, и это нам мы показали, что W2 лежит W3. Ну, а из W3 то, очевидно, следует, потому что это меньше единицы. Значит, мы можем характеризовать по-разному. Ну, и теперь понятно, что если такая характеристика верна в нашей евклидовой норме, то в произвольной норме значит, я теперь возьму произвольную норму, не обязательно Липуновскую, они все равносильны, норма эквивалентная. Значит, ну, и тогда WS R от нуля я могу характеризовать, как существуют C больше либо равна единице лямбда от нуля до единицы такое, что ну вот норма nx меньше ци лямбда в степени n. Значит, у меня была вот такая оценка. За счет перехода к другим нормам появятся какие-то константы, которые вылезут в этот C. Вот теперь сама теорема об устойчивом многообразии. Ну, и здесь я сделаю вот что. я сначала от локального дефиоморфизма в окрестности точки перейду к глобальному отображению во всем пространстве. Но это мы такую вещь сделали, когда мы в общем курсе доказывали теорему Гробмана-Хартмана. Мы распространяли нелинейность с малой константой, отлившатся на все пространство. Поэтому я буду работать с отображением А плюс Фи во всем пространстве, где А гиперболическое линейное отображение, Фи буду работать. множество иксов, у которых я в степени n стремится к 0. Вот что я докажу. Значит, сначала я докажу существование липшицева устойчивого многообразия. Гладкость здесь делается совсем по-другому. Значит, если А гиперболическое линейное отображение, то существует такое дельта больше нуля, что если константа Фи липшица меньше дельта, то устойчивое многообразие это просто график функции, график отображения Сигма где Сигма из ЕС из ЕУ в ЕС, конечно. Елки-палки. У которого которые липшицева и константа которого не превосходит единицы. значит, мы доказываем значит, вот у меня ЕС так, секундочку. А, извините, мы мы доказываем точно так же определяется неустойчивое. Я смотрю, что-то у меня FNX стремится к нулю, при N стремящих к минус без к. И мы доказываем существование неустойчиво. все правильно. Так. Ну и вот как раз здесь я думаю, что надо остановиться, потому что Так, какие ко мне есть вопросы? Насчет гладкости. Нет. Если F гладкое, то оно гладкое той же гладкости. Но здесь такое очень интересное геометрическое доказательство. Гладкость характеризуется через то, что произвольные секущие сходятся к одному и тому же, и это касательно. то есть совсем-совсем другое. Так, какие еще вопросы? Тогда спасибо. 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 Продолжение следует...